Продолжаем выпуск. Аким Актубе Ильяс Испанов встретился с активными женщинами города. За круглым столом они обсудили проблемы неблагополучных семей, причины девиантного поведения подростков и детской преступности. Градоначальник выступил с конкретным предложением создать благотворительный фонд при содействии деловых женщин и волонтеров. Его идея нашла поддержку. Этот фонд, по мнению градоначальника, поможет в полной мере решить вопрос с финансовой поддержкой нуждающихся актюбинцев. Ведь на сегодня мы не можем переступить закон, дав без очереди кровь по горельцам или земельные участки под строительство дома многодетным семьям. Все это подотчетно, но забывать о чисто человеческих ценностях тоже нельзя. Потому и вышел с предложением Аким Актубе именно к деловым женщинам. В городе на сегодня проживают свыше 500 тысяч жителей. Для тех, кто не имеет крыши над головой, действует жилфонд, в котором в порядке очереди идет распределение госжилья. Ежегодно около 4 тысяч актюбинцев получают земельные участки. Только в этом году свои 10 соток уже получили 3,5 тысячи. Еще 300 человек ждут завершения подведения инфраструктуры в новые жилые массивы. Только на эти цели мы выделили 6,5 миллиардов тенге. Государство делает все возможное и невозможное для населения. Но бывают непредвиденные обстоятельства. Необходимая срочная помощь. Для этого и нужен фонд. В свою очередь местные власти будут содействовать в повышении статуса нового фонда. Рассказала о проблемах подросткового возраста секретарь горкомиссии по делам несовершеннолетних. На сегодня, наряду с малообеспеченными и многодетными, в помощи нуждаются дети из неблагополучных семей. Таких в городе 130. Многих родителей из-за склонности к вредным привычкам и бродяжничеству лишили родительских прав. Но и этот процесс ни одного дня. И детей не делают счастливее. Мы рассматриваем 14 категорий проблем. Каждую решаем досконально. Ведь за пропусками уроков некоторыми школьниками могут стоять большие, по их мнению, нерешаемые проблемы. Нет денег на проезд, нет одежды. Как только выясняется, ищем пути решения. И это не лишение прав на воспитание у нерадивых родителей. Идем к руководству школ, колледжей. Там помогают, чем могут, собирают у учителей средства для помощи. А если у нас будет свой фонд, это облегчит все эти процессы. Общественность с большим вниманием относится к проблемам окружающих. Яркий пример, оказанная горожанами, помощь семьям Новиковых и Шинебаевых. Благодаря только постам в соцсетях от волонтеров, жизнь этих по-настоящему нуждающихся людей изменилась к лучшему. Потому решение создания благотворительного фонда нашло поддержку среди деловых женщин Актубе. В ближайшее время решено провести регистрацию. Инкара Карашаева, Нурбек Утаров, Казахстан Актубе.